Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Мы прибегаем к Всевышнему Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах ведет прямым путем, никто не собьет, а того, кого Он собьет, никто не сможет наставить. И я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей и который превыше того, чтобы иметь равного или подобного себе. Я также свидетельствую то, что Мухаммад, его рабы-посланник, его избранник и любимец, да благословит Аллах и приветствует его благое семейство и благословенных сподвижников до тех пор, пока глаза видят, а уши воспринимают назидание. И да пребудет над ними всеми мир. А затем, уважаемые братья, Всевышний Аллах создал своего пророка. Нашего праотца Адама, мир ему. Затем Всевышний Аллах спустил его на землю. И на земле он начал жить не так, как в раю. В раю он не испытывал ни голода, ни ноготы, но ощущал там полное счастье. И никогда не был несчастен. А когда Аллах спустил его на землю, он сделал так, что Адам и его потомство стало поочередно переживать то радости, то печали, то несчастья, то заботы, которые приходили и уходили, разъединялись и собирались. И полный покой Аллах сделал там. Аллах сделал его в раю. Всевышний Аллах наделил верующих нравственными качествами, которые должны были защитить их от ошибок и промахов, и помочь им сосуществовать с заботами этой дуньи. Сегодня мы говорим об одном из самых великих нравственных качеств. Какого бы пророка Всевышний Аллах не упоминал, он практически всегда описывал его этим качеством. Это качество Аллах сделал одной из причин попадания в рай. Человек вообще не сможет жить, если не украсить себя им. Аллах бывает с теми, кто обладает этим нравственным качеством. Он поддерживает их и помогает им. Человек не сможет избавиться от мирских забот и печалей, если не облачится в него, и не принесет его в свое сердце и в свой разум. Всевышний Аллах с похвалой отозвался об обитателях рая. Всевышний Аллах сказал о них следующее. Сегодня я вознаградил их за то, что они проявляли терпение. Воистину, они являются преуспевшими. Аллах сказал обитателям рая. Зайдите в рай за то, что вы проявляли терпение. Как же прекрасна последняя обитель. Всевышний Аллах создал это качество – терпение. Выражающееся в сдерживании себя во время бедствий, которые постигают человека в Дунии. Если человек, он мусульмане, сможет сдерживать свои чувства, ожидать награду от Аллаха и искать сладость этой награды, которая может быть дарована ему за постигшее его несчастье, то такого человека можно будет назвать сабиром, терпеливым. Всевышний Аллах поведал нам о нравственных качествах пророков. Аллах упомянул в своей книге те несчастья, которые они переживали. Аллах рассказал нам, что Ибрагима, мир ему, бросали в огонь, и он проявил терпение. Он рассказал об Исмаиле, что его уже положили для того, чтобы зарезать, а он проявлял терпение. Аллах рассказал нам о Юсуфе, мир ему. Его кинули в колодец. Потом он попал в тюрьму. Но несмотря на все это, он терпел. Аллах также упомянул о Юба, мир ему. Как его постигала одна болезнь за другой. Как он видел, что все его дети умирают перед ним один за другим. Он видел, как вся его семья умирает у него на глазах. Так что из всего его имущества и членов семьи осталась только его жена. Несмотря на все это, он проявил терпение. Аллах также привел в своей книге свой завет нашему пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал ему, посему терпи, ибо твое терпение только от Аллаха. Терпи, когда твой сын Аль-Касим умирает у тебя на руках. Терпи, когда перед тобой умирает твой сын Абдуллах. Терпи, когда перед тобой умирает твоя дочь Ум-Куль-Сум. Терпи, когда умирают твои дочери Зейнаб. Рукайя. Умерла твоя жена. Одно несчастье следует за другим. Одна болезнь за другой. Были убиты те сподвижники, которых ты любил. Ты видел тело своего дяди Хамзы с распоротым животом и отрезанным носом и ушами. Увидел беды, которые постигли твоих сподвижников. Несмотря на все это, терпи. Терпи, ибо твое терпение только от Аллаха. Аллах сказал, упоминая своих пророков. Помяни также Исмаиля, Идриса, Дзулькифля. Все они были из числа терпеливых. Тех пророков, которых Аллах описал подобным образом, постигали многие печали и несчастья. Всевышний Аллах упомянул Юсуфа, мир ему. Когда его братья сказали ему. Неужели ты Юсуф? Он сказал, я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Как Аллах облагодетельствовал его? Юсуф сказал, воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения, творящих добро. Меня бросили в колодец, и я терпел. После этого я стал рабом и невольником. Я прислуживал как раб, и я проявил терпение. Затем меня бросили в тюрьму, и я сидел вместе с ворами и разбойниками, убийцами и подлецами, несмотря ни на что я терпел. Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения, творящих добро. Всевышний Аллах также упомянул пророков и предводителей. Всевышний Аллах сказал, мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем. Мы сделали их главными среди людей. Мы сделали их теми, кто направляет их. Они руководят благом среди них. Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем. Почему? Поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. Мы испытывали их, а они проявляли терпение. Их постиг вред, но они терпели и не проявляли беспокойство. Мы лишили их удовольствий в жизни, но они терпели. Мы испытывали именно их, а не других. И они это видели, но все равно терпели. Таким образом, они заслужили то, чтобы стать предводителями, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем. Когда Всевышний Аллах упомянул Айюба, мир ему, он похвалил его и сказал, воистину мы нашли его терпеливым. Он не сказал, мы нашли его многопоклоняющимся, постящимся или выстаивающим намазы. Нет, он сказал, воистину мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб, воистину он всегда обращался к Аллаху. Так Аллах похвалил их в Коране за то, что они терпели выпадавшие им беды. Они проявляли терпение в неспосланных на них несчастьях. Различные бедствия следовали одни за другими, но они встречали их с терпением. Наш господин, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был предводителем терпеливых и их главой. Он сам, да благословит его Аллах и приветствует, подвергся испытанию различными болезнями. Он получал раны в тех войнах, в сражениях и на джигаде, которым он, да благословит его Аллах и приветствует, участвовал. Он, да благословит его Аллах и приветствует, был испытан смертью своих сыновей и дочерей. Он был испытан тем, что обвинили его целомудренную, благородную жену, нашу мать Аишу, да будет доволен ею Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также был испытан лицемерами, которые пытались строить против него козни там, где только возможно. Он, да благословит его Аллах и приветствует, был испытан в войнах, когда отправлял своих сподвижников вести призыв к Всевышнему Аллаху и обучать людей, а их убивали, как это случилось у колодца Мауна и в других местах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлял своих посланцев к Хасрою и Ираклию, и некоторых из них убивали, но несмотря на все эти беды и заботы, будь они внутри его дома или снаружи, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял терпение. Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда побуждал своих сподвижников к терпению. Он, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, никому не было дано более обширного и лучшего дара, чем терпение. Если ты укрепишься в своем терпении, это будет лучшей милостью от Аллаха для тебя. Никому не было дано более обширного и лучшего дара, никто не получил лучшую милость, ни в ком не было сотворено лучшее нравственное качество, чем терпение, к которому его направил Всевышний Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объяснил, что терпение приходит постепенно. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, поистине, знания приобретаются через их получение. Человек не рождается ученым, он получает свои знания постоянно и постепенно. Поистине, знания приобретаются стремлением к ним, окротость и выдержанность, стремлением к ее приобретению. Затем он сказал, и воистину, сабр приобретается стремлением к нему. Тому, кто станет проявлять терпение Аллах, внушит терпение. Человек, который не гневается быстро, а проявляет терпение, возможно, в его сердце гнева и огня больше, чем у других людей, но он проявляет терпение. Возможно, этот человек несет своего мертвого ребенка после аварии или чего-то еще, но он не кричит, не рвет на себя одежду, не бьется головой, не выступает против предопределения Аллаха. Все это не значит, что он не любил своего сына или он радуется его смерти. Нет. Возможно, в его сердце тоски куда больше, чем у других людей. Но он проявляет терпение. Воистину, если кто богобоязненен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро. Поэтому, о мусульмане, пророк да благословит его Аллах и приветствует, обрадовал терпеливых радостной вестью. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, Всевышний Аллах сказал, не будет у меня иного воздаяния, кроме рая, для моего верующего раба, если заберу я того из людей, кого он любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха. Если у тебя был кто-то любимый, жена, которую ты любишь, мать, отец или ребенок, брат или друг, которого ты любишь, так, что не можешь представить себе, что тебе придется с ним расстаться. Ты любишь его всем сердцем, желаешь общаться с ним и разговаривать. И вот он умирает. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, когда Всевышний Аллах смотрит на своего раба, которого постигло несчастье, он говорит, он не терпит? Он ропщет на предопределение Аллаха? Он сказал, не будет у меня иного воздаяния, кроме рая, для моего верующего раба, если заберу я того из людей, кого он любил, а он станет безропотно переносить утрату в надежде на награду Аллаха. Его наградой от меня станет только рай, если он терпел. Однажды пророк да благословит его Аллах и приветствует проходил мимо женщины, которая плакала у могилы. Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал ей, и она плакала, дрожала и тряслась, не в силах сдерживать свои эмоции. Он, да будут мои родители выкупом за него, сказал ей, прояви терпение. Но женщина из-за сильной беды и плача не узнала пророка да благословит его Аллах и приветствует. Видели ли вы такое горе, от которого человек не узнает других людей? Из-за того, насколько сильно эта женщина переживала утрату своего ребенка, она не узнала пророка да благословит его Аллах и приветствует. Когда она увидела кого-то, кто подходит к ней и говорит прояви терпение, она сказала, оставь меня, ведь тебя не постигло такое горе. Если бы твой ребенок умер, так как умер мой, ты бы себя вел точно так же, оставь меня, ведь тебя не постигло такое горе. И пророк да благословит его Аллах и приветствует, оставил ее в покое, потому что увидел, что в таком положении, в котором находится эта женщина, продолжать с ней разговор нельзя. Если такой была ее первая реакция на его совет, что же будет, если он скажет ей еще что-то? Пророк да благословит его Аллах и приветствует, по своей мудрости замолчал. Остальные советы мы отложим до того времени, когда она успокоится. Он замолчал и отошел от нее. Тогда к ней подошли другие люди и сказали, горе тебе, ты знаешь, кто это был? Как ты могла так ответить? Это же был посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, а ты сказала ему, отойди от меня. Тогда женщина встала, собралась и пошла со своими печалями и скорбью к посланнику Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Она сказала ему, о посланник Аллаха, я не узнал о тебя. Теперь я буду терпеть. Все, я буду проявлять терпение. И пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал, объясняя ей самый важный вид терпения. Он сказал, терпение, настоящее, истинное терпение, за которое человек получит награду, терпение больше всего необходимо проявлять при первом потрясении. Когда человеку говорят, твой сын умер, был пожар и все твои дети умерли, случилась авария и все твое потомство мертво. Именно в этот момент Всевышний Аллах смотрит на своего раба и на его терпение. Что касается того, кто начинает проявлять терпение через неделю или две после беды, то о таких Алида будет доволен им Аллах сказал, тому, кто проявит терпение, будет награда. А кто не будет терпеть, тот успокоится. Так, как успокаиваются животные. Когда у верблюдицы забирают ее верблюжонка, когда он не с ней, она плачет день-два, а потом забывается и не помнит. Так же происходит у всех остальных животных, не только у верблюдов. Тот, кто проявит терпение в первый же момент несчастья, получит награду. Тому, кто начнет терпеть через неделю, две, мы скажем, все люди могут так терпеть. Даже животные забывают свои беды. Поэтому терпение должно проявляться при первом ударе, при первом потрясении. Абдуллах ибн Аббас, проводит доволен Аллах им и его отцом, однажды был в поездке. У него был брат по имени Кусам. Абдуллах ибн Аббас любил его больше, чем собственных детей. И Кусам был молодым юношей. И когда он был в поездке, он вдруг узнал, что его брат умер. Он сразу же остановил свою верблюдицу, поставил ее на колени. Он совершил омовение, произнес тагбир и сделал два рака'ата намаза. Когда он закончил, он прочитал слова Всевышнего Аллаха. Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных. Когда на раба не сходит такое горе, Всевышний Аллах смотрит на него и на его положение. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Когда у раба Аллаха умирает ребенок, Аллах спрашивает своих ангелов, «Вы забрали дитя моего раба?» Ангелы отвечают, «Да». Аллах спрашивает, «Вы забрали плод его сердца?» Аллах, тот, кто создал тебя и создал в твоем сердце любовь к твоему ребенку. Он знает, насколько дорог тебе этот ребенок. Но, несмотря на это, он забрал его у тебя. Хотя Аллах более милосерден к тебе и ему, чем ты сам. Аллах говорит, «Вы забрали плод его сердца?» Ангелы отвечают, «Да». Аллах спрашивает, «И что сделал мой раб?» Он не стерпел это? Совершил самоубийство? Выпил что-то опьяняющее, чтобы забыться? Что сделал мой раб? Как он себя повел с этой бедой, которая выпала ему? Аллах говорит, «Что сделал мой раб?» Хотя он знает о его положении лучше других. «Так что же сделал мой раб?» И ангелы отвечают, «Он воздал тебе хвалу и сказал, «Все мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Этот человек сказал, «Хвала Аллаху в любом положении. Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Аллах говорит, «Постройте для раба моего дом в раю и назовите его домом хвалы». У Аль-Бухари приводится хадис о том, что один человек постоянно приходил к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сидел на его собраниях. Он приходил со своим сыном, который был подобен солнцу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему однажды. И он видел, что этот сын никогда не пропускает их уроки и собрания. Он, да благословит его Аллах и приветствует, спросил отца, «Любишь ли ты его?» Отец удивился такому вопросу. «Разве можно задавать такой вопрос?» Он спросил, «Любишь ли ты его?» Отец ответил, «О посланник Аллаха, я молюсь, чтобы Аллах любил тебя так же, как я люблю его. Нет такой степени любви, которая была бы выше моей любви к моему сыну. Если бы я делал дуа Аллаху о том, чтобы он полюбил тебя, то я просил бы его полюбить тебя так же сильно, как я люблю своего сына». Послушайте, как он сказал, «Я молюсь, чтобы Аллах любил тебя так же, как я люблю его». Затем этот человек отсутствовал несколько дней. И он, и его сын. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил о нем, и ему сказали, «О посланник Аллаха, его сын умер». Когда у того человека умер сын, он настолько загоревал и запечалился, что не мог даже общаться с людьми. У него же умер сын. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позвал его к себе. Тот человек сильно изменился. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его, «Твой сын умер?» Он вытащил ответ из самой глубины души и произнес, «Да». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Обрадовало бы тебя, если к какой бы из райских дверей ты не подошел, он оказался бы перед тобой». Он ответил, «Да, меня бы это обрадовало». Он сказал, «Это твое. С терпением отнесись к своему горю и получишь это». О мусульмане, человек может проявлять терпение в своей беде по определенным причинам. К этим причинам относится его стремление вкусить сладость награды. Какая бы беда и печаль не постигала раба, даже если это поразившая его колючка, посредством этого ему будут прощены какие-то его грехи. Каждый раз, как тебя постигло несчастье, представляй себе награду, и это несчастье покажется тебе не таким уж тяжким. Также проявлять терпение в беде помогает дуа. Абу Саляма, муж Ум Салямы, да будет доволен Аллах ими обоими, умер. И он был праведным, боговоязненным, многопоклоняющимся человеком, одним из лучших сподвижников. И он перенес много испытаний на пути Аллаха. Испытания пережила и его жена. И он был очень благонравным со своей женой. И вот он умер. Когда он умер, люди пришли к Ум Саляме с соболезнованиями. И один человек сказал, «Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, если кого-либо из рабов Аллаха постигнет несчастье, а он скажет, «О Аллах, вознагради меня в несчастье моем и дай мне взамен нечто лучшее», Аллах Всевышний непременно вознаградит его в его беде и даст ему взамен нечто лучшее. То есть, если у меня умер сын, пусть у меня родится другой сын, который будет лучше, чем предыдущий. Мое имущество пропало, дай мне имущество, которое будет лучше моего старого имущества. «О Аллах, помоги мне, окажи мне помощь, помоги мне в моем несчастье и замени мне чем-то лучшим». И тогда Аллах поможет ему в этой беде и даст то, что будет лучше. Когда этот человек рассказал об этом Ум Саляме, она сказала, «Неужели я скажу, Господи, даруй мне того, кто будет лучше, чем Абу Саляма? Кто вообще во всем мире может быть лучше, чем Абу Саляма? Как я смогу найти лучшего мужа, чем он?» И когда ее траур по ее мужу закончился, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посватался к ней. Она говорила, «Я молила Аллаха, дай мне лучшего, замени мне лучшим, чем Абу Саляма». А про себя думала, кто может быть лучше него? И вот он был заменен для нее, посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Также претерпевать беды помогает представление милостей, которые остались после того несчастья. У Урвы ибн Аззубейра появилась гангрена на ноге. И когда ногу ампутировали, чтобы болезнь не распространилась дальше, он сказал, «О Аллах, хвала Тебе, Ты дорвал мне четыре конечности, Ты дал мне две руки и две ноги, и забрал у меня одну конечность, и оставил еще три. Хвала Тебе, что Ты не забрал три конечности, а оставил одну. Ты взял всего одну, а три оставил. И хвала Тебе». У него также было четыре сына. Конь легнул одного из них, и он умер. Когда он умер, Урва сказал, «О Аллах, хвала Тебе, у меня было их четверо, Ты забрал одного, а троих оставил. Значит, я пребываю в Твоей милости, хвала Тебе. Какая бы беда не постигала Тебя, представляй себе, какие милости у Тебя остались». Какое-то время назад я посещал разные регионы королевства, и один из братьев предложил мне, «Давай навестим такого-то доктора». Я удивился, зачем он мне предлагает навестить его, ведь я не был с ним знаком. Я ответил ему, «Хорошо, но какой повод?» Он сказал, «Мы выразим ему свои соболезнования». Я спросил, «Соболезнования? По кому?» И он рассказал, этому доктору примерно 55 или 60 лет. У него в семье было 11 детей, и 12-й член семьи – его жена. Его старший сын отправился со всей семьей в соседний город на свадьбу, а сам он остался в своем городе. Когда свадьбу закончили праздновать ночью, он предложил им остаться на ночевку, но они решили отъехать ночью. Он пытался как-то контролировать их и следить за ними. Как только они отъехали, он начал звонить, «Что там у вас? Осторожно, сын, не засни, передай телефон матери». И он разговаривал с ним, боясь, что сын заснет, пока ведет машину. И когда до его города оставалось примерно 100 километров, он постоянно названивал им. Вдруг сын не смог бороться со сном, тем более он устал после свадьбы. И все в машине заснули. Сын старался не заснуть, но не смог. И он заснул. «Машина перевернулась, и все умерли». Все они умерли. Ему сообщили эту новость. Он проявил терпение. Но как же он мог терпеть? Как он мог терпеть? Это рана на сердце, которая никогда не затянется. Вся дуня такова. Горесть и несчастье. Когда ему сообщили эту новость, он чуть не сошел с ума, но проявил терпение. Затем он сделал за них джаназа намаз в мечети. И их тела лежали перед ним. После этого он похоронил их. Когда он опускал их в могилы, он словно отрезал куски от своего тела. Когда он уже постарел и ослабел. Посидел. Вся его семья умирает. Он рассказывал. Я зашел в дом. Пошел на кухню и почувствовал запах хлеба, который оставили мои дети. Я проходил мимо их игрушек, обнюхивал их и целовал. Потому что на них оставались следы моих детей. Если у тебя умрет один ребенок, вспомни подобное несчастье и воздавай хвалу Аллаху. Я читал лекцию в одном городе несколько дней назад. И после намаза один человек остановил меня на выходе. У него была забинтована рука. Клянусь Аллахом, я думал, что он спросит меня о хукме омовения на повязку. Он сказал, сделай за меня дуа. Я сказал, да исцелит тебя и излечит тебя Аллах. Он сказал, у меня ожог на руке. Я сказал, пусть Аллах излечит тебя и исцелит. А что случилось? Он ответил, пожар начался, когда мы с детьми спали. По-моему, он говорил, что детей было пять или шесть. Он рассказывал, и начался пожар. Распространился по дому, но я заметил слишком поздно, когда проснулся от их криков. Я не смог спасти ни одного из детей. Все они умерли. И я слышал, как они кричат. Так воздавай хвалу Аллаху, если тебя постигло несчастье. Восхвали Аллаха за то, что это несчастье не было еще тяжелее. Это заставит тебя проявить терпение. Шурейх, да помилует его Аллах, говорил, какое бы несчастье не постигало меня, я воздавал хвалу Аллаху за две вещи. Первое, это то, что это несчастье не касается моей религии. Потому что одна из самых страшных бед, это когда человек искушается в своей религии. И он начинает поклоняться идолу и ходить вокруг могилы. Пусть он восхвалит Аллаха за то, что это его несчастье касается чего-то мирского, а не религиозного. Что касается второго, то Аллах обещал мне награду за это несчастье, поэтому я буду терпеть. Каждый раз, когда человек проявляет терпение, помни, что, возможно, причиной твоего попадания в рай будет как раз то несчастье, которое постигло тебя. Также терпеть беды будет легче, если ты знаешь, что они были предопределены и записаны еще до того, как ты был создан. Клянусь Аллахом, было предопределено, что твой ребенок умрет в такое-то время, и что тебя обворуют в такое-то время, что тебя постигнет такая-то болезнь. Неважно, встанешь ты, сядешь, смиришься, не стерпишь, обрадуешься, опечалишься. Предопределение все равно случится против твоей воли. И если ты познаешь, что все это предопределено и записано, то, как сказал Аллах, любое несчастье, которое происходит на земле, и с вами самими, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы поведали об этом для того, чтобы вы не печалились о том, что вы упустили и не радовались тому, что Он вам даровал. Я прошу Аллаха даровать нам и вам терпение, сохранить нас и удалить нас от несчастья и бед. Я прошу Аллаха уберечь всех нас в нашей жизни от несчастья и горя и увеличить нашу награду. На этом я заканчиваю и прошу Великого Аллаха прощения для себя и для вас от всякого греха. Просите у Него прощения и кайтесь перед Ним. Воистину, Он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за Его милость и благодарность Ему, за дарование им успеха. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у Которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И я свидетельствую то, что Мухаммад его раб и посланник, призывающие к его довольству, да благословит Аллах и приветствует его, его семью, друзей, а также тех, кто пойдет по их пути и последует по их следам, и их сунни, вплоть до судного дня. О Аллах, мы просим у Тебя всякого блага, скорого и последующего, о котором мы знаем и о котором не знаем, и прибегаем к Тебе, о Господь наш, от всякого зла, скорого и последующего, о котором мы знаем и о котором не знаем. О Аллах, мы просим Тебя исправить положение мусульман по всей земле. О Аллах, исправь положение наших братьев по всей земле, о Господь миров, о обладатель величия и великодушия. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину ты сострадательный, милосердный. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима. И не спошли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как не спослал ты благословения Ибрагиму и семейству Ибрагима. Воистину ты хвалимый, славный. Твой Господь, Господь могущества. Причисть и далек он от того, что они приписывают ему. Мир посланникам. Хвала Аллаху, Господь миров.